Всем огромный привет из Прованса! Вы на канале Иллина Франция. Посмотрите, какую красоту я сегодня готовлю. Сегодня приезжает Владислав вечером, и поэтому у нас будет семейный ужин. Ну как семейный ужин? Александр работает до самого вечера. Ну, чтобы Владиславу приготовить что-нибудь вкусненькое, мы готовим нашу любимую курицу. Ее готовить очень просто. Я люблю брать куриные грудки. Ну, вечером много мяса не надо, но хотя бы по 100 грамм на каждого человека в готовом виде. Можно до 150 грамм, если вы не переели белка в течение дня, и вы не спортсмен, которому нужно 2 грамма на килограмм тела, то все нормально. И мы добавляем сюда, что я добавила. Я добавила грибочки. Я взяла пакет замороженных грибов. Сейчас я покажу. Я уже выбросила пакет, но сейчас я вам покажу, что за грибы. Вот такие грибочки. Я их очень люблю. У нас они продаются в Интермарше. Посмотрите, девочки. И самое главное, я нашла грибы. Во Франции грибы стоят очень дорого, а эти грибочки я нашла достаточно недорогие. Здесь сколько грамм? 400 грамм. Но они, так как замороженные, они потом утушиваются и становится их меньше. И здесь у нас и лисички, и маслята, и какие-то еще грибы. Ну, здесь различная смесь. И такой пакет стоит 3 с чем-то евро. Вообще, хорошие грибы стоят и до 7 евро. Вот килограмм и больше. Белые грибочки, это у нас вообще что-то. Сейчас у нас, кстати, во Франции пойдет сезон лисичек. Будут продавать лисички. Их привозят из разных стран и здесь выращивают. Но они будут просто золотые. И я вам обязательно покажу цены. И что грибы. Многие путают, мои хорошие, думают, что в грибах очень много белка. И вы ошибаетесь. В грибах достаточно мало белка. Сейчас мы посмотрим, сколько белка на 100 грамм. Многие СМИ, ну, утверждают даже дигитологи, грибы это белковый продукт. Мои хорошие, грибы это не белковый продукт. О, тут даже есть белые грибы, СЭП, вот написано. СЭП по-французски это белые грибы. Так, и боле, это у нас, боле жон, это у нас маслята. Здесь на 100 грамм всего 1,9 грамма белка. Это ничего. Но зато в грибах очень много клетчатки, которые все не доедают. И поэтому клетчатка помогает и насытиться, и кормит нашу микрофлору. И потому что грибочки можно включать, если вы их хорошо перевариваете. Потому что для многих это тяжелая пища. Можно включать хоть каждый день свой рацион. Ну, если нету противопоказаний. У меня здесь одна большая луковица, я ее потушила. Вечером мы стараемся масла много не добавлять, потому что мы добавляем чуть-чуть салат. И вот когда я готовлю, я не люблю готовить на масле, и только на топленом. Или просто смазываю, вот у меня вот такая кисточка, потому что мне нужно купить пульверизатор. И просто-напросто смазываю сковороду, и потом, и лучше, кто захочет, кто добавит. И различные специи. У меня здесь паприка, у меня здесь лук, чеснока чуть-чуть. Ну, вы добавляете все, что вы хотите, и с паприкой мои просто обозревают. И томатная паста. Ну, томатная паста тоже всю упаковку выбросила. Сейчас вам покажу. Вот, она называется пюре де томат, то есть там ничего нету, там 100% томатная паста. Даже не знаю, есть соль или нет, сейчас я посмотрю и проверю. Нет, мои хорошие, даже соли нету, 100% томатная паста. Супер, просто супер. Никакого сахара, никаких, ничего другого нету. 250 грамм стоит евро с чем-то, упаковочка открываешь, используешь и выбрасываешь эту упаковочку. И замечательный вот такой гарнир здесь сразу же. И белок тебе, и клетчаточка тебе, и томатная паста, ну, это, скорее всего, можно не к чему, не, ну, просто соус вкусный. Что нам остается сюда добавить? Ну, если у вас нет лишнего веса, вечером добавляйте любые углеводы. Можете добавить и бобовые. В бобовых, кстати, тоже есть белок, но не так его уже там много. Это больше относится все-таки к углеводам. Можете добавить гречку. Ну, а мои любят добавлять овощи, несколько кусочков хлебушка. И у кого хорошо переваривается, можно вообще просто сделать салатик. И все будет как нужно для хорошего метаболизма. Белок, клетчатка, вкусное блюдо и кому нужны углеводики. Так что у нас вот такая сегодня будет замечательная тарелочка. Все, уже все готово. Можно выключать. Вот, грибочки, они дойдут. И свежие, потом базилик сверху и супер-пупер. Вот, наши детки приехали на каникулы. Отправляемся всех детей на каникулы. Мы привезли наши растения к Марлис, потому что они приезжают, а мы уезжаем наоборот. Вау, юка или томбы. И поэтому наши растения будут поливать. Поливать Марлис. Сестра Александра позвонила, что они приедут позже. Намного, чем мы их ожидали, потому что на дороге там какая-то авария. Поэтому они стоят в пробке. И мы с Александром ужинаем. А потом уже накормим Владислава и Марлис, если захотят, тоже останутся. Итак, смотрите, какая у нас тарелочка. Здесь у нас курица, которую я приготовила, свежих помидор немного. Я убрала все, что можно. И кожицу, и зернышки. И здесь Александр захотел картошечку. Как молодая. Не знаю, молодая или не молодая, но похоже на молодую. И овощи. Так что нам приятного аппетита. Ну вот, сумки собраны. Сегодня вечером в дорогу. Решили мы поехать в Баркарес и поехать в Баркарес не завтра утром, а сегодня вечером. Потому что завтра суббота. И на дорогах все-все черное. Осталось мне немного догладить. И все, в принципе, готово. Вещей мы берем не очень много, потому что у нас там все уже есть. Но берем вот то, что любим, в принципе. Поэтому сборы у нас не такие уж долгие. Ну, хотя я собиралась вчера и сегодня. Ну, прям не собиралась целый день, а просто то что-то поделаю, то соберусь. Так что отправляемся мы в Баркарес. Спасибо. 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 Спасибо.